Буковель Буковель это главный зимний курорт Украины, известный далеко за ее пределами. Пару лет назад он даже заслужил звание самого быстрорастущего горнолыжного курорта в мире. Здесь, в Карпатских горах, отдыхает много иностранцев, что особенно заметно в последние годы. Для жителей Польши и Румынии дешевле приехать сюда, чем отдыхать на своих собственных горнолыжных склонах. Много в Буковеле и туристов из Молдавии, откуда приехали и мы. До Евромайдана нам встречалось здесь огромное число россиян, но сейчас они до Буковеля доезжают очень редко. В Буковеле есть все для полноценного круглогодичного отпуска. Современные трассы, хорошие подъемники, детские зоны, оздоровительные и спа-центры, рестораны, клубы и магазины. А также жилье от эконом до элитного класса. Приехали мы из Кишинева на машине и за три года, которые мы не посещали Буковель, можно с горечью отметить, что дороги стали намного хуже. Как выражаются местные таксисты, асфальт здесь клали еще два президента назад. Дороги вообще мертвые, ребята, мертвые. О, жопа. Это курорт, наверное, чуть-чуть. Иногда, если забраться вглубь населенного пункта, можно и в сугробе застрять. Если молдаване не почистят, снег никто не почистит. Застряли мы надолго. Особая гордость курорта – действительно классные спуски. Всего их здесь более 60 и расположены они на пяти разных вершинах. Обычно мы едем в Буковель на 3-4 дня и не всегда успеваем прокатиться на всех трассах. Подъемники в Буковеле на порядок дешевле, чем на европейских курортах. Абонемент на весь день обойдется в 975 гривен или примерно в 30 евро. Но мы обычно брали полдня, чего вполне хватает. Так можно сэкономить треть цены. Существует еще множество тарифных планов, которые опубликованы на официальном сайте города. Короче, если вы отдыхаете в Буковеле, будьте готовы к тому, что вы спуститесь, а ваш подъемник не работает. И надо будет идти песком. Комплект лыжного снаряжения в официальных магазинах обойдется в 390 гривен в сутки. Но открыты десятки частных пунктов проката, где цены примерно в два раза ниже. В залог часто просят оставить паспорт, либо сумму, эквивалентную стоимость снаряжения. Я вас пацан, пацан. Это не ерунда. Что касается общепита, в округе действует множество заведений разных уровней комфорта и цен. В основном, чем ближе к трассам, тем дороже. В кафе рядом с подъемниками первое блюдо вам обойдется от 50 гривен. Хорошая порция мясного блюда от 150, а пива около 50. В соседних населенных пунктах, в нескольких километрах от склона, цены уже в два раза ниже. Еще одним центром притяжения в Буковеле является торгово-развлекательный центр Бука. Тут помимо ночного клуба и концерт-холла действуют боулинг, караоке и игровые автоматы, где за 50-100 гривен можно выгулить детей или взрослых. Самым популярным ночным заведением является та же Бука, но есть и другие места, где можно недорого развлечься. К примеру, в Полянице, которая в двух километрах, есть недорогое заведение под названием Дрова, где даже можно спеть в караоке. Однако помните, что чем заведение дешевле, тем оно опаснее. В первый же свой поход сюда мы стали свидетелями жестокой женской драки. В Буковеле действует каток, и мы не удержались от его посещения. Сам по себе он ничем не отличается от таких же коробок, которые есть в каждом более-менее крупном городе. Если по ценам, то 45 минут будут стоить от 65 до 90 гривен, в зависимости от времени суток. Флющим, Кайф. Флющит тебя? Флющим, мы всех флющим. Ее будем тоже иногда. Что касается жилья, то здесь действует все то же правило. Чем дальше от подъемников, тем дешевле. Так как мы приехали на своем авто, нам особо этот момент не был принципиален, и остановились мы в 10 километрах, в Яблонице. Деревянный мини-отель, который мы сняли через Airbnb, нам обошелся в копейки, около 15 евро за номер в сутки. В относительной близости от подъемников цены начинаются с 30 евро в сутки за номер. Узнать актуальные цены вы можете по ссылкам в описании ролика. Что касается общественного транспорта Буковеля, то его по факту нет. Тут можно передвигаться либо на своем авто, либо на такси. По территории курорта машина обойдется в 50 гривень. Доехать до соседних населенных пунктов будет уже дороже. Поленица 70 гривень, Яблоница или Титара в 150. Дальше еще дороже. Таксисты, кстати, ввиду напряженной общественно-политической обстановки, всегда будут рады с вами поболтать о наболевших проблемах. Парковки в Буковеле в основном платные. Стоимость места на день 50 гривень. Однако есть и бесплатная парковка у дальнего подъемника. Но на то она и бесплатная, что от нее придется топать, и при нас она ни разу не расчищалась от снега. Хотите бесплатную парковку, будете буксовать. Игорек упал, короче, с трамплина. Пока он кувыркается, наслаждайтесь видом. Вы посмотрели один из наших сюжетов об Украине. Чтобы всегда быть в курсе наших новых выпусков, подписывайтесь, жмите палец вверх и на колокольчик. Это был канал «Взял и поехал». Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok